Сегодня программа Body Time с огромным удовольствием посетила клуб Джексон, где сегодня на сцене состоится бенефис и презентация новой программы молодой и талантливой группы Big Bang. Действительно талант, молодость и только живой вокал. Поэтому мы советуем вам не переключать телеканал, а оставаться вместе с нами. Музыка Уважаемые зрители, хочу вас познакомить с талантливыми, обаятельными, перспективными и, самое главное, амбициозными людьми группы Big Bang. Собственно, персоной. Ребята, мы вас поздравляем, что сегодня будет не только бенефис вашей группы, но и, собственно, презентация новой шоу-программы. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы вы несколько слов сказали о себе. Когда вы, откуда вы, что вы и так далее. Что такое группа Big Bang? Это огромный взрыв. Хотим всех удивить. К сожалению, хотели приготовить пресс-релиз своих песен, потому что, ну, по факту мы перепеваем песни. Но мы не успеваем, но, я думаю, все еще впереди, и мы приготовим вместо пресс-релиза еще больше. И, думаю, все будет хорошо. Мы решили работать и петь эстрадный вокал. К сожалению, мне так показалось, нам так показалось. На нашей эстраде очень мало действительно талантливых певцов с хорошими душевными песнями. И мы, мне кажется, мы достойны этого. Мы можем показать. Я надеюсь, не Филиппа Киркорова же перепеваете, правильно? Вы знаете, даже Филипп Киркорова есть хорошие песни. Главное, хорошо спеть. Марли, нам очень приятно сегодня вас встретить. Видит здесь. Сегодня презентация новой программы группы Биг Бэнг. Молодая, но очень амбициозная группа. Как все-таки завязалась ваша дружба? Как давно? Ну и, собственно, на чем она базируется? Знаешь, все, как всегда, изначально было на алкоголе. Я вот всегда говорю, что все самые значимые события в нашей жизни завязываются под воздействием чего? Под воздействием алкоголя. Ребята молодые, мы с ними познакомились уже очень давно. Ну как, наверное, года три я уже их знаю. Особенно с Денисом были изначально знакомы. Вот. Что меня очень радует, что они все-таки молодые, но очень амбициозные. Потому что все-таки в таком юном возрасте организовать бенефис презентацию программы, это я просто знаю по себе. Я помню, как я начинал свои годы, как мне было тяжело собрать эти костюмы, собрать друзей, гостей, все это организовать. У них, конечно, сейчас мозг взрывается. Но я думаю, что лиха беда начала, дальше будет все намного лучше, тем более ребята талантливые и даст Бог, при вашей поддержке, при вашей любви к ним, они будут стараться и развиваться. И может быть, кто знает, может когда-нибудь мы будем за них отправлять смс на Евровидение. Никто ничего не может знать, правильно, наверняка? Очень надеюсь на это. Да, я надеюсь. Но сегодня все-таки очень необычная программа, да, для бенефиса, для презентации. Все-таки сегодня они собрали лучших Travis CD в Украине, здесь в Кулубе Джексон. Как ты считаешь, с чем это связано? Понимаешь, ребята выбрали очень правильную политику, полной свободы и незаангажированности. То есть они подобрали такой состав артистов, то есть, ну вообще, я не знаю, где в Украине и вообще в мире такое возможно, чтобы на одной сцене собрались и рэперы, и травестные артисты. Потому что это, в принципе, два абсолютно разных лагеря шоу-бизнеса. Но ребята специально собрали такую программу, такой коллектив для того, чтобы показать, что нет границ свободы и нет границ выражения себя в творчестве. Поэтому я думаю, что если они будут эту политику продолжать, их ждет обязательно успех. Я вас на это заклинаю. Ну, нам сегодня приятно посетить клуб Джексон. Мы давно здесь не были, но, собственно, что здесь происходит, как дела и вообще, чем живет это заведение? Ну, заведение, могу сказать, одно единственное. Заведение живет практически каждый божий день. Заведение живет тем, что сюда приходят все. Абсолютно включен все. Начиная от молодежи первого курса и заканчивая вот такими вот бабушками, там, я не знаю, с тростью, которые заходят и просто говорят, у вас валидол бесплатно на входе или нет. Вот. Но, в принципе, на самом деле... Даете? Если надо, даем. Конечно же, даем. Мы же все-таки благотворительная организация фактически. Вот. Фишка в том, что, понимаете, Джексон работает 7 дней в неделю. 25 часов в сутки, не меньше. Вот. И каждый божий день у нас есть разные, 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 разные вот эти вот все приколы абсолютно для всех и каждого. Фишка заключается в том, что каждый божий день девушки у нас до 12 получают определенные коктейли в зависимости от дня. До 12 ночи в неограниченном количестве. Поэтому и при этом девушкам до 12 вход абсолютно бесплатный. Поэтому девушек у вас много, как мы сегодня уже поняли. Много это мало сказано. Это даже слабо сказано, я его должна сказать. Твои очи кричат, хочут меня. Льдусь за собою. Кто ты и кем меня владеет. Я не сдамся без бою. Я не сдамся без бою. Я так поняла, что вы сегодня решили затмить всех окружающих в этом заведении. И в частности ведущую программы «Пати Тайм», которая пыталась все-таки как-то блестеть сегодня, но нет. Переплюнули всех абсолютно шикарнейший образ, комплименты от программы «Пати Тайм» вам. Ну, собственно, конечно же хочется узнать, что вы сегодня подготовили для всех посетителей клуба «Джексон». Добрый вечер всем харьковчанам. Я приехала из Киева. Сегодня великолепный день, великолепная ночь. Я, как мамочка всей травести Украины, тусовки, приехала такая вот блестящая, красивая. Я же Бакс, понимаешь, я же могу быть другая. Я приготовила массу сюрпризов. Даже такой эротический номер, который будет показан на сцене. Я даже покажу нижнее белье. Это будет сюрприз от Феды Бакс. Ну, я, конечно, приехал поздравить своих друзей. Чудесный дуэт «Биг Бэнд» с их первым дебютом. Они поют, это хорошо, это здорово, развиваются. Я сама тоже пою, я же не спою тоже пару песен своих. Я думаю, что такая поддержка моральная от моей стороны будет хорошим задором, чтобы быть еще лучше, красивее и дарить нам свои чудесные песни. До свидания, мама! До свидания, мама! До свидания, мама! До свидания, мама! Мама, давай без обид и вранья, пусть я другая. Когда вы открыли таланту в своем сыне, как это происходило и были ли вы первооткрывателем или кто-то другой? Вы знаете, дело в том, что первооткрывателем, наверное, он был сам. Он еще маленький был. И начинал петь, ну, брал кубики, у нас кубики такие были, становился как бы на подиум, брал скакалку и пел скакалку. Я думаю, что, наверное, все-таки от близких людей будет очень приятно услышать какие-то теплые слова в день, когда они вдвоем переживают сейчас за сценой. Пожелать хочу успехов в творчестве, процветания. И главное, не останавливаться. Если они будут продолжать, то все у них получится. Субтитры сделал DimaTorzok